18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы желаем на вас спортсменам хорошо выступить и будем за них горячо болеть. Россия вперед. Анапа присоединилась к акции в поддержку спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде. Казачья форма обязывает быть дисциплинированным, вести себя хорошо. Не в силе бога, а в правде. В Анапе прошел первый слет казачьей молодежи. Я бы с удовольствием вышел бы, допустим, и потренировался, подтянулся. Анапа – спортивная. 9 детских игровых площадок и 5 уличных тренажерных комплексов. Установят в этом году в городе и сельских округах в рамках программы формирования комфортной городской среды. Мэр Анапы Юрий Поляков возглавил делегацию города-курорта, которая приняла участие в 50-й юбилейной акции «Без козырка». Посвященный годовщине высадки десантов в пригороде Новороссийска. Дальнейшие события вошли в историю как оборона малой земли. В мероприятие принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Анапчане идут площади героев Новороссийска. Школьники и представители управления по делам молодежи побывали в ключевых точках обороны малой земли. Небольшого пятачка на входе в Цемесскую бухту. В неприятных для противника 5 километрах от захваченного ими порта. Советские войска обороняли его 225 дней. Там есть своя долина смерти и колодец жизни. Единственный источник питьевой воды. Все это дает представление о том, в каких условиях держали оборону. Они нечеловеческие. Просто смотришь и не понимаешь, как можно было выжить, как можно было сражаться. Тем более в Новороссийске зимой на самом деле ужасная погода. Сегодня, думаю, нам просто повезло, что нет дождя и нет ветра. А с учетом, что зимой ветер, дождь, снег, это бора ужасная. И люди не просто шли, они не гуляли, они совершали подвиг, они сражались, они делали что-то для Родины. Просто не понимаешь, как это вообще было возможно. Когда смотришь на ветеран, то хочется просто каждому сказать спасибо. И фраза «спасибо за мирное небо» для меня и, думаю, для ребят, которые вместе со мной приехали, это не просто слова. После минуты молчания от вечного огня зажигают факелы. Ритуал практически не изменился за десятки лет. Это юбилей высадки десанта Куникова на Малую Землю. В свое время, 50 лет назад, это все организовала молодежь. Мы поддерживаем нашу молодежь, которая овеяна духом патриотизма. И, как я сказал, жители города-курорта, города воинская слава, она поддерживает эту акцию. Поэтому мы находимся в Северной Российской. Огонь везут на бронетранспортере. Колонна движется по центральным улицам к мемориалу, туда, где находился плацдарм. Свечи не только в руках участников шествия, но и в окнах многих жителей окрестных домов. В ночь на 4 февраля 1943 года около 300 морских пехотинцев неожиданно для противника высадились в районе Станички. Это были добровольцы. Их командира звали Цезарь Кунников. Он погибнет 10 дней спустя. А за первые сутки отряд, численность которого удалось довести до 800 человек, отразил 18 атак. Когда боеприпасы начали подходить к концу, кунниковцы захватили немецкую батарею. Изначально десант был отвлекающим. Однако большое наступление не удалось и плацдарм сделали основным. В 5 последующих дней на пятачке оборонялись уже 17 тысяч человек. Войска в буквальном смысле вгрызлись в землю. Саперы построили около 500 оборонительных точек. Малую землю удерживали до освобождения Новороссийска. В этих огнях и в тех огнях, которые несли они и мы сегодня вместе с вами, вся наша скорбь, боль и гордость за великий народ, который смог выстоять и защитить свою землю, нашу родину. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Вечная память павшим героям. Новороссийское Анапу освободили в сентябре 1943 года в ходе большой наступательной операции. В этом году исполняется 75 лет. Со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в Анапе, городе воинской славы, готовятся отметить знаковый юбилей. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Анапа присоединилась ко всероссийской акции в поддержку спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Южную Корею. Больше тысячи жителей города-курорта пришли на театральную площадь, чтобы высказать им свою поддержку. Наше время пришло, наше время пришло, время выхлопа. С самого утра на театральной площади не только пели и танцевали. Здесь работали интерактивные площадки. Погода была пасмурной, но несмотря на это, поддержать наших спортсменов пришло больше тысячи жителей и гостей города-курорта. Так встречали участников забега по набережной и центральным улицам. В нем приняли участие более 200 спортсменов. Сегодня как никогда мы должны сплотиться и духовно поддержать наших многомиллионными болельщиками, наших спортсменов на 23-х Олимпийских играх. Я думаю и не сомневаюсь, что все спортсмены, которые сегодня представлять будут Россию, выступят успешно, с новыми силами, благодаря нашей поддержке. Титулованный анапский тяжелоатлет Олег Чен с сожалением отметил, что спорт стал частью политических технологий и элементом информационной войны. Поэтому спортсменам из России, которые поедут на Олимпиаду, будет тяжело вдвойне. Сейчас на них очень сильное давление психологическое, поэтому мы все вместе должны поддержать. По словам Олега Чена, отказаться от поездки на Олимпиаду спортсменам крайне тяжело. Многие готовились к этому всю жизнь. Будем болеть за наших? Да! Что бы хотелось пожелать нашим спортсменам? Побед нашим, Саша. Удачи спортсменам нашим. Несмотря на все козни, мы желаем наш спортсменам хорошего выступления и будем за них горячо болеть. Рекорды! Россия вперед! Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В них примут участие 12 спортсменов из Краснодарского края. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Руслан Душевский. Анапа. Регион. В минувшие выходные в Центре культуры Родина состоялся первый слет Анапского отделения казачьей молодежи Кубани. В нем приняли участие более 200 школьников казачьих классов. Они узнали новые исторические факты жизни казаков и познакомились с перспективами развития Союза казачьей молодежи в Краснодарском крае. Любое дело у казаков начинается с молитвы. Так было и на этом слете, который впервые прошел в Анапе. Гимн России юные казачата пели вместе со своими старшими наставниками. Один из наиболее ярких моментов – выход знаменной группы. И уже потом – официальное начало работы с летом. Только в Анапе в Союзе состоит более полутора тысяч школьников. Движение было создано в прошлом году при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его главная цель – единство воспитания и образования с опорой на исторические ценности кубанского казачества. С каждым днем количество детей растет. Сейчас ведется обширная работа по привлечению в Союз казачьей молодежи ребят из высших учебных заведений, из техникумов, которые также закончили казачьи классы. И на данный момент с руководством этих учебных заведений ведется работа. И там также будут открыты отделения союзов. И ребята будут заниматься казачьим самоуправлением под эгидой Союза казачьей молодежи Кубани. На этот слет прибыло много почетных гостей. В их числе заместитель главы администрации Анапы Сергей Козлов, атаман анапского казачьего общества Валерий Плотников, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов и многие другие. Атаман Таманского отдела Иван Безуглый дал высокую оценку работе Анапского отделения казачьей молодежи Кубани. Благодаря усилию, усердию Атамана районного казачьего общества, главы муниципального образования Юрьевича Полякова и казачьего полковника Сергея Алексеевича Козлова, который я сегодня пришел, он все детально рассказал, все показал, я вам скажу, старается. Я благодарен администрации района, благодарен атаманам всех станиц и хуторов. И после уезда Санапы я еще долго вспоминаю свое посещение, рад тому, что здесь все здорово и хорошо. За вклад в работу Союза самым активным участникам были вручены почетные грамоты и благодарности. Виктория Лихачевская – потомственная казачка. Она тоже в числе награжденных. Ее предки были одними из основателей казачьей станицы Гастагаевской. После начальной школы мы наш класс посвятили в казаки, и вот мы уже три года состоим в казачестве. Развиваемся, ездим на всякие соревнования, побеждаем грамоты, получаем. Казачья форма обязывает быть дисциплинированным, вести себя хорошо и подавать пример другим школьникам, которые только хотят поступить, получить казачество. Помимо общения с почетными гостями с лета, ребятам показали документальный фильм об истории казачества. А после завершения работы перед гостями выступил поэт и музыкант Владимир Никитин. Девять детских игровых площадок и пять уличных тренажерных комплексов установят в этом году в Анапе и сельских населенных пунктах на средства из краевого бюджета. Реализацию программы обсудили мэр Юрий Поляков и председатель краевого парламента Юрий Бурлачко в ходе его визита в город-курорт. Куда хотите-то примерно? Ну, может вот сюда, наверное, вот здесь, наверное. Альберт Новиков, житель 60-го дома по улице Протапова, примерно показывает место для будущей тренажерной площадки. Я бы с удовольствием вышел бы, допустим, и потренировался, подтянулся. Где-то здесь же поставят новую детскую площадку. Пока думают, какие элементы, предназначенные для детей, можно оставить. Лишними они не будут. Этот двор – один из центров притяжения для местной детворы. А здесь, по улице Крымской, новая детская площадка будет побольше, потому что оставить что-то вряд ли получится. Практически все нужно менять. При том, что двор тоже популярный у детворы. Рядом пятая школа. А у Марины Михайловой пять внуков. Часто приезжают в гости. Троим детская площадка как раз по возрасту. Самому младшему – полтора. Но в этом возрасте дети взрослеют на глазах. Мы очень рады. Пусть строят. Пусть хоть это все поубирают. А то и ребятишки тут со школы ходят. И все. Нам хорошо бы было. А для моих внуков так вообще прекрасно. Деньги на площадки и тренажерные комплексы – субсидии из краевого бюджета. Часть средств из специального бюджетного фонда, закрепленного за председателем краевого заксобрания Юрием Бурлачко. По словам главы города-курорта Юрия Полякова, выделенные деньги будут расходоваться максимально рационально. Мы подобрались 200. Вот более-менее все есть. И лестницы есть, и горки есть, и спуски есть. Конечно, они есть. И 250, и 300, и 400. Любую можно накрутить. Но вот хорошая площадка. Но за 200 неплохая. Хорошая площадка. Вот вы же ее видите. По данной программе муниципалитет получит 2 миллиона рублей. На эти деньги в городе и сельских населенных пунктах планируется установить 9 детских площадок и 5 тренажерных комплексов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сто дней прошло с момента, когда Юрий Поляков стал главой Анапы. По словам жителей города и руководителей общественных организаций, наметились позитивные тенденции. Благоустройство городских улиц и улучшение инфраструктуры – далеко не единственное направление, которым уделяется сегодня особое внимание. Для города хорошая тенденция намечается, потому что все-таки пришла программа «Комфортная городская среда», с которой люди на это смотрят. И они уверены, что все равно что-то сделается. И очень даже хорошее и приятное для самого населения, потому что там она включает в себя не только дворовые территории, но и общественные территории. Это парки, детские площадки, дороги, тротуары и прочее. Это очень хорошая программа, и каждое село внесло свою лепту. Большая работа уделяется гражданско-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Конечно же, чувствуется большая поддержка главы нашего города Полякова Юрия Федоровича. Самое главное – эту поддержку чувствует именно молодежный актив нашего города. Юрий Федорович является постоянным гостем на наших мероприятиях. Юрий Федорович всегда свободно общается с молодежью нашего города, может ответить на любые интересующие вопросы по становлению и улучшению нашего курорта. Я считаю, что Юрий Федорович, у него большое будущее, что, конечно, здоровье его не подкачало. Мы все будем ему помогать. Потом нравится нам, что он набирает новую молодую команду. Молодые ребята, молодые чиновники, у них какие-то новые проекты, новые мысли. Они уже мыслят не так стандартно, как мы в своем возрасте. Поэтому надежда и на молодых специалистов администрации. Первое мое обращение было в администрацию, было сделано, на улице спортивной был сделан тротуар в полном объеме. Вся улица, его там практически никогда не было. Было включено освещение и был сделан ямочный ремонт дороги. Выражаем огромную благодарность от себя и от микрорайона Алексеевский Полякову Юрию Федоровичу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что наш город должен быть красивым, счастливым и удачным. Сегодня энергетики идут на непопулярные меры, отключая свет в садово-огороднических товариществах и за накопившихся долгов ряда потребителей садовых товариществ. Особые задолженности значительные. И анапский филиал Кубани Нергосбыт с председателей товариществ требует оплаты долга. В создавшейся ситуации страдают добросовестные потребители. По поручению главы Анапы Юрия Полякова сотрудники городской администрации организовали встречу представителей анапской энергосбытовой компании и жителей садово-огороднических товариществ «Здоровье», «Колос», «Автомобилист» для того, чтобы обсудить непростую ситуацию с энергоснабжением и найти необходимое для всех решение. Чтобы урегулировать конфликт жителей и частной компании, была организована встреча в Доме культуры Станицы Гостогаевской. Здесь собрались специалисты администрации, управление ЖКХ, глава Гостогаевского сельского округа, жители садово-огороднических товариществ и поставщики электроэнергии. Мы сегодня по распоряжению главы администрации города Полякова Юрия Федоровича собрались здесь. Администрация. Сколько лет вас никто не собирал по данному вопросу. Никогда вас никто не собирал. Юрий Федорович дал поручение сделать, разобраться и помочь людям. По итогам управления ЖКХ администрация выступила с предложением создать инициативную группу и уже в понедельник состоится первое заседание. Эта проблема требует индивидуального подхода в отношении каждого сота. Жители общин и энергетики при поддержке городских властей должны найти решение. Мы будем следить за ситуацией. В минувшую пятницу, в день 75-летия со дня окончания Сталинградской битвы, в читальном зале Центральной библиотеки состоялась уникальная встреча, которая стала уроком мужества для собравшейся молодежи, школьников, представителей организации «Российские юные разведчики», а также для читателей библиотеки. Участница Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Клавдей Михайловна Виноградова поведала о великой победе на Волге, о тех боевых годах, когда она, юная девочка, свершила подвиг. Чтобы верить в победу, надо быть патриотом этой страны, за которую ты поюешь. С напутственным словом к молодежи также обратились председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Максимович Гапонов и ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Кулькин. Такие встречи, конечно, приносят большую пользу, потому что я уже не раз говорил, президент Путин говорит о том, что государство мы должны строить на прочном фундаменте, а фундамент это патриотизм, а это любовь к родине, предать с родины, это знание ее истории, умножение добрых и славных традиций. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я думаю, останется в сердцах тех молодых наследников города воинской славы, которые сегодня здесь присутствовали. Они пообщались, как принято говорить, вживую с участницей Сталинградской битвы, выслушали ее воспоминания, и я думаю, это им запомнится. Кто, кроме молодежи, может нести на протяжении всей жизни, века и на постоянно то, что произошло в годы Великой Отечественной войны? Сотрудники библиотеки подготовили, показали для собравшихся выставку книг, презентацию по истории Сталинградской битвы. Это очень замечательно, что остались еще ветераны, которые могут нам многое рассказать. Мы можем прочитать тысячи книг, но лучше один раз услышать из уст ветерана. Они многое повидали, многое знали. Я хочу, чтобы мы все были достойны их. Мероприятие было подготовлено сотрудниками Центральной библиотеки Центра патриотического воспитания молодежи РАДМИР и Российского военно-исторического общества. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – компания «Рыбак Камчатки», продукцию которой можно будет приобрести на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», которая пройдет в спортивном комплексе «Витязь» с 7 по 9 февраля. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа. Регион. Ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. 7 февраля в Анапе высадится рыбный десант. Рыболовы с Камчатки представляют изысканные деликатесы. Десятки видов копченой, на натуральной ольхе рыбы стиховой северного ледовитого океана. Полезная витамином Д и кролосося, а также кальмары, осьминоги и высококачественные консервы. Специально для выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». С Камчатки доставят царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Попробовать и приобрести все это можно будет в павильоне «Рыбак Камчатки». С 7 по 9 февраля в спортивном комплексе «Витязь». По адресу село Витязева, проспект Южный, 20. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.